Водоканал идет на опережение и начинает работу по установке в жилых постройках города умных насосов. Эти дома соседей по адресам Сакка и Садовая много лет боролись друг с другом, потому что у них была одна насосная станция на два дома. Соответственно, за чей счет ее чинить непонятно. Шумная, да и напор слабый. Водоканал вопрос решил. Теперь в подвале каждого многоквартирного дома свой насос. Самое большое отличие их два – это огромные энергосбережения. То есть они мало потребляют электроэнергии. И, во-вторых, они малообслуживаемы. То есть в том плане, если раньше старые насосы приходилось часто проводить с ними ТО, то есть ревизировать их, набивать сальники, подшипники менять, то, вот я говорю, данные насосные оборудования, например, в течение наших 10-12 лет, ну, максимум один раз мы ремонтировали, да и то ремонтировали подшипники электроприбателей. Оборудование датское, качественное. Если напор упадет, то шкаф управления поддержит давление. КПД высокий, энергии потребляет мало. Чтобы насосную станцию разделить, пришлось собирать жителей и объяснять им выгоды и преимущества. Рассказывать, что шума не будет, что платить за современный насос не придется, что ОДН он добавлять не станет и прослужит вечность не меньше. А ТУКА только обеспечить доступ к оборудованию. Тем не менее, жители рапортуют о других проблемах. Теперь напор слабее, до верхних этажей не хватает. Хотя раньше все равно было хуже. Там вообще очень часто насос ломался, и мы вообще без воды сидели. И на седьмом этаже напора не хватало. Но он когда работал, 7 атмосфер, это очень много напор был. Но он часто ломался, выходил из строя. В городе много таких домов, в которых одна на несколько строений насосная станция. И, как правило, вынесена она в отдельную пристройку. Тут дополнительные проблемы. Найти собственника, чтобы доступ к оборудованию своевременно предоставлял. В первую очередь мы решаем такие проблемы, вот как здесь. То есть это застарелая проблема, которая требовала решения уже незамедлительно. Далее в плановом порядке проводятся общие собрания. Управляющие компании оказывают помощь в этом. Водоканал, администрация и управляющие компании выходят совместно к жителям, разъясняют. Сейчас у нас уже появится практика. Мы можем показать, доказать, что это работает. Никаких дополнительных обременений, неудобств для жителей это не несет. Перенос насосного оборудования выполнен на пяти домах областного центра. Три многоквартирных строения в разработке. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.